Кровавая баня на рынках. Мы ожидали появления черного лебедя, а получили то, что меняет правила игры. Американский фондовый рынок теперь потерял 27% своей стоимости всего за две недели. Глобальные рынки переходят в медвежьи тенденции после заявления Трампа о запрете въезда на территорию США европейским гражданам. Нефть рухнула, акции авиакомпаний рухнули, доходы казначейств рухнули, американские фьючерсы на акции тоже рухнули. Дальше в очереди стоит крах рынка облигаций, а раздувание рынка очередными напечатанными фантиками ничем не поможет. ФРС вскоре удвоит количество своих операций на рынке РИПО и продлит такое состояние на неопределенный срок. Масштабные спасательные меры и поддерживаемые правительством кредиты уже готовятся. Да, им придется играть грязно, и у населения уже начинают возникать вопросы. Когда же начнутся массовые изъятия вкладчиками депозитов из банков и опустошение их счетов на фоне уже происходящего опустошения продуктовых магазинов? Ожидается, что каждый начнет опустошать свои банковские счета после завершения карантина. Возможно, даже будут локальные военные конфликты. С наполнением рынка дешевой нефтью от Саудовской Аравии и распространением эпидемии люди начинают впадать в спячку. Крупные мероприятия отменяются, полеты отменяются, а мировое замедление экономики только начинается. С падением активности людей падает и экономика. Это уже похоже на депрессию, а не просто очередную просадку. Количество зараженных в Соединенных Штатах продолжает увеличиваться, переступив через отметку 1000 человек. А уже 24 штата объявило чрезвычайное положение. Тем временем, советник Трампа по национальной безопасности, не выбирая выражений, обвинил Китай в утаивании вспышки болезни на протяжении целых двух месяцев, когда китайские власти уже знали о ней. А весь остальной мир нет. Напряжения между странами накаляются. Все деньги, которыми накачивают банки, никак не проходят через руки у Уолл-стрит. Как насчет того, чтобы уравнять правила для всех и рассчитать общее количество стимула для всех и дать деньги людям, которые не работают на инвестиционные и коммерческие организации, чтобы у них был доступ к репо, количественному смягчению, фондам помощи и остальным ресурсам ФРС. Нет, не хотят. Американское экономическое будущее выглядит как никогда мрачно. С 23-триллионным долгом в долларах США, распространяющейся эпидемией, растущим количеством недофинансированных обязательств, назревающим пенсионным кризисом, предстоящими корпоративными банкротствами, мифами о самом сильном фондовом рынке, субстандартным автокредитным пузырем растущей инфляции, раздуванием рынка казначейскими обязательствами, ФРС движется к разрушению розовых иллюзий и к концу второго, самого длительного восстановления экономики в истории. И это в то время, когда Дональд Трамп и его СМИ описывают экономику как сильную и раздувают свои очередные фейки. Эти политики окончательно оторвались от реальности финансовой системы, в которой рост зарплат застопорился, а долги домохозяйств растут ошеломляющими темпами. Политическая система играет в свои игры, притворяясь наивной. Или они действительно такие наивные? Что касается нефтяного кризиса, меня бы не удивило возникновение еще одного военного конфликта на Ближнем Востоке в ближайшее время. А возможно этого окажется даже мало или уже слишком поздно, чтобы спасти сланцевый сектор США. Уолл-стрит и этот вырождающийся класс инвесторов заработали триллионы долларов за последние 10 лет, благодаря коррумпированным банкам и мошенническим схемам. Теперь рынок ударил по ним, откатив все их доходы к начальной точке. Теперь им нужно снова в погоне за выручкой тратить деньги налогоплательщиков. Эти гении индустрии не откладывали некоторую часть процентов на черный день. Так они лгали населению, униженному и подавленному заработной платой и экспоненциальным ростом стоимости жизни. На этом фоне уже слышны заявления о кризисе ликвидности. Кризис ликвидности приводит к заморозке кредитов. Это полная остановка всей системы. Остановка транзакций, отсутствие кэша в банках, в банкоматах. Нигде его не будет. Так было в 2008 и так снова произойдет. И за этим на самом деле даже интересно наблюдать. Это как фильм, но без признаков хэппи-энда. История перед нашими глазами. История, в которой мы с вами участвуем. Это будет не просто рецессия. Это будет величайшая в истории депрессия. Пристегнитесь и приготовьтесь. И добро пожаловать в новый выпуск на канале Богатейший Ди. Пожалуйста, выделите секунду, чтобы поставить лайк и подписаться на канал. Давайте наберем 3000 лайков. Спасибо за поддержку. Акции пытались отскочить от локального дна на фоне объявлений ФРС о вливании полутора триллионов долларов в рынок в рамках нового количественного смягчения. Хорошо замаскированная и изощренная понци схема. Не находите? На данный момент все их действия похожи на издевательство. Полтора триллиона долларов для покупки акций. Получается, Дональд Трамп тратит за неделю больше денег, чем Обама за 8 лет. И все это для защиты акций, в то время как другие активы падают. Корпоративный долг превратился в пузырь, а коронавирус только что лопнул его. Фондовый рынок разваливается из-за чрезмерной задолженности. Вирусная паника – просто удобное прикрытие для эпического мошенничества понци схемы под названием ФРС. Фондовые рынки под давлением якобы из-за коронавируса и его экономических последствий. Но Питер Шиф говорит, что дело на самом деле даже не в вирусе. Коронавирус лишь стал иголкой, которая лопнула пузырь. Кроме коронавируса могло бы быть что угодно. Несмотря на это, на прошлой неделе ФРС нажала на кнопку паника, снизив процентные ставки на полпроцента. Питер Шиф описал это как подлить бензина в огонь. Другими словами, Центральный банк только усугубляет ситуацию. Питер не одинок в мысли, что ФРС приносит больше вреда, чем пользы. Марк Фабер также предупреждает, что коронавирус может вызвать серьезную рецессию. В статье, опубликованной также и на сайте Питера Шифа, Даниэл Лакаля сказал, что панический ответ ФРС на рыночные условия фактически ухудшает экономику. Чудовищная ошибка Федеральной резервной системы, заключающаяся в снижении ставок на прошлой неделе, может быть понято только в одном контексте. У центра банкиров растет комплекс бога, невероятное сочетание невежества и высокомерия. Однако менее недели назад несколько членов Совета Федеральной резервной системы повторили, что снижение ставок не будет иметь существенного влияния на рынки, которые пребывают в шоковом состоянии, как сейчас. Мы должны помнить, что ФРС уже снижала ставки в 2019 году и тем самым раздула свой баланс на 14% почти до исторических пиков, фактически наплевав при этом на и так уже дутую предварительную нормализацию процессов на рынке. Всего лишь несколько дней спустя после призывов к спокойствию, ФРС начинает ненужное и вызывающее панику экстренное снижение ставок, что вызывает неожиданный противоположный эффект. Вместо того, чтобы успокоиться, участники рынка запаниковали еще больше. Глобальная денежная масса выросла до 81 триллиона долларов, что является историческим пиком. В разгар пандемии большинство ведущих экономик понизили ставки и даже внедрили нулевые и отрицательные реальные ставки. Фактически до этого крупные центральные банки уже вкладывали более 150 миллиардов долларов в месяц в экономику, которая и так страдала задолго до того, как коронавирус появился в новостях. Это сделали НБК, ЕЦБ, ФРС и другие. Как вы видите, шок предложения не может решиться с помощью политики спроса, которую искусственно ведут центральные банки. Правительства и центральные банки создадут дефляционный кризис, добавив масла в пузырьки и увеличив и без того сверхмерное поверхностное напряжение в уже раздутой экономике, лишь бы искусственно повысить ВВП в ежеквартальном отчете. Учитывая 14 триллионов долларов, которые находятся в облигациях с отрицательной доходностью и мировую денежную массу 81 триллион долларов, комбинация паники от падения цен на активы и непомерного количества ставок с использованием заемных средств может вызвать стремительный финансовый шок. Мы также должны помнить, что риски опасных корпоративных займов достигли исторических пиков. По данным Moody's, 87% всех суд были выданы с оговоркой «товарно-залоговый», что делает этот вид корпоративного долга сверхрискованным. Это означает, что защита инвесторов практически отсутствует. Экономическое чудо Трампа было фальшивым, не более чем мегапузырем, подпитываемым долгами, которые не помогают улучшить здоровье и эффективность реальной экономики от слова «вообще». Возможно, ни один президент этого уже не исправит. Вы уже не сможете сократить масштабы этой понци-схемы. Пока в центре экономики находится долговая фиатная валюта, мы всегда будем развивать и лопать пузыри. Федеральная резервная система сама по себе является пузырем. ФРС скоро удвоит количество своих операций на рынке репо на неопределенный срок. Система готовит масштабные меры спасения и правительственные кредиты. Но это никак не поможет людям. Мы, люди, проигрываем в этой игре. Все рухнет. Как только домино занятых работой людей, строящихся на заимствованных компаниями деньгах, рухнет, все будет кончено. Вскоре банкам придется затянуть пояса, поскольку им приходится тратить доллары на такие займы. Забавно, что даже если банки одумаются и перестанут выдавать кредиты, денежная масса соответственно сократится, но и экономика тоже последует ее примеру. Банковские кредиты стимулируют нашу экономику. Заморозка выдачи кредитов разрушит ее. Это безысходность. Посмотрите график любого из крупнейших центральных банков мира. Это корень всех наших настоящих и будущих проблем. Набухшие и ожиревшие банковские балансы, откормленные всем, что они только смогли достать. Ипотеки на покупку жилья, обратные ипотечные кредиты, инвестиционные займы, суды, всегда толкающие рынки недвижимости, фондовые рынки и рынки облигаций вверх путем создания все большей задолженности, раздувая ожиревшие пузыри на рынке активов. И все это поощряется коррумпированными политиками. Вот что такое банковская политическая система. Правила, изданные лоббистами банков и установленные законодателями, слишком сложны для понимания отвлеченного населения. Просто бегло взгляните на любой из реестров акций крупнейших компаний и банков, и вы увидите одних и тех же крупных акционеров, HSBC, JP Morgan и так далее, хотя они и пытаются замылить глаза всяким исследователям с помощью подставных компаний и трастов. И если бы не такие утечки, как райские документы, касающиеся всей их грязной деятельности, мы бы таки оставались слепыми котятами. Долговая экономика докатилась до того, что американские домовладельцы получают долги, которые остаются даже при обесценивании активов. В будущем их ждет еще больше долгов. Американским детям уже повесили на шею сверхвысокое количество ипотечных долгов, которые они едва смогут себе позволить выплачивать. Давайте теперь сделаем то же самое и со внуками, почему бы и нет? Им даже не придется придумывать онлайн-калькуляторы, чтобы плакать над счетами вечером, все это уже готово. Я не вижу никакой дороги, кроме как большим дефицитом в будущем. Бери долг и трать. Тратить, тратить и брать долги за долгами. Это уже навсегда, даже если сделать покупки абсолютно бесплатными. Рабам придется работать усерднее, чтобы заплатить долговой горе даже за грядущее поколение. Новорожденные рождаются и уже всем должны. То, что они называют стимуляцией экономики, на самом деле просто грабеж дисциплинированных ответственных людей, после чего награбленное отдают ненасытным банкам. Трамп снижает налоги, но снижение налогов без сокращения расходов означает всего лишь увеличение задолженности. Это еще больше долга. Рынок репона, который постоянно выходит в ФРС, всего лишь лейкопластырь, который разорвется, как только залоги повсюду, куда вы смотрите, будут превращаться в дефолт. Начиная от путешествий, самолетов, автобусов, полупромышленных флотов, прекращения функционирования цепочек поставок, например, у Амазона, и все это будет распространяться далее по экономической системе. Это лишь начало. Вирус никуда не уходит, более того, он даже повторно заражает, рециркулирует и мутирует. Китай до сих пор не вернулся к работе, они просто живут с вирусом. Эти коммунисты лгут всему миру, чтобы защитить свою мощь. Единственный выход – вакцина, но на нее нужно потратить от 6 до 8 месяцев, как минимум. За это время можно ожидать полной остановки экономической активности. По оценкам экспертов, цепочки поставок из Азии не должны выйти из строя до третьей недели марта. Так что это только начало. Без вакцины правительство не сможет вылечить вирус, даже если забросает его пачками свеженапечатанных денег. Правительство – просто кучка глупых идиотов, которые близки к потере контроля. Этот вирус – просто оправдание, которое Федеральные резервные банки по всему миру используют для краха рынков. За этот период было продано бумажного золота на 16 миллиардов долларов. Когда люди поймут, что от бумажного золота нет никакого толка, а ценным является только физическое, золото начнет пробивать крышу. Золото может стоить 5000 долларов в 2022 году. Будьте терпеливы и дождитесь. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok